друзья всем привет сегодня у нас будет с вами очень очень интересная пересадочка орхидеи это орхидея амадеус фаленопсис амадеус он цвел у меня полгода и наконец-то сегодня настал момент когда пришло время растущая луна 3 цветоноса у него уже отцвели остался один последний он не столько важны не столько значимы и мы с вами можем его пересадить сегодня на такой прям удачный момент чем она интересна эта пересадка а тем что нам предстоит удалить я уже знаю мы с вами я вам уже показывал весной или зимой не помню в каком-то из видео что это одна из немногих орхидей которая у меня живет растет в горшке и она еще с детородным горшочком пластиковый ободочек и внутри я не знаю что там кокосовые чипсы губка или трофейной стаканчик непонятно но ободок пластиковый беленький присутствует и я знаю это самого я не знаю самой покупки орхидеи почему потому что когда я купил я ее давно купил не пересаживала она так обширно и хорошо цвела потом когда она цвела не было времени была зима что-то туда замотался закрутился и она начала активно наращивать цветонос зацвела а потом я сменил если вы помните способ полива этой орхидеи и она выстрелила она выпустила еще пару цветоносов она буйно зацвела бульно бульно заросла и поэтому пересаживать как-то на тот момент было не не особо с руки и мы с вами вот сейчас дождались момента растущая луна еще несколько дней впереди у нас есть для посадки пересадки орхидей но сегодня мы будем с вами пересаживать именно эту орхидейку мы заглянем в корешки нам надо будет разрезать горшок потому что корни проросли сквозь дно нам нужно будет ее причесать прилезать прихорошить потому что у нее есть уже засохший цветонос 12 цветоноса просто стоят зелеными мы их обрежем и зачеренку им это я отдельное видео наверное сниму плюс еще один цветонос у нее цветет мы ее цвет с цветущим цветоносом будем пересаживать и нам предстоит еще удалить я не знаю если есть у нее отмершие корешки внутри горшка потому что наверное она сидит в этом горшке уже три года туда не совал человек своего носа и естественно нужно будет удалить детородный ее горшочек пластиковый который вот он мне мешает жить потому что я не могу полноценно спать пить и есть не знаю в каком состоянии там вот это все внутри и что ожидать в ближайшее время потому что но впереди зима я буду менять способ полива этой орхидеи и мне нужно точно знать на сто процентов что и как у нее там внутри поэтому первая в очереди у нас в сезоне пересадок именно это орхидея орхидея амадеус с нежно-фисташкового цвета цветами ну давайте погнали ну вот она друзья вот она эта красотка посмотрите вот такой у нее цветонос сейчас один цветет такими вот нежно-фисташковыми нежно-фисташковыми цветочками два цветоноса у нее еще как бы зеленых один цветонос 4 уже отсушен и вот она вот в таком у нас посмотрите состоянии корни уже полностью закрыли горшок и осложнять пересадку будет то что вот здесь в горшке не знаю видно вам будет не видно сейчас я притяну не знаю вот так вот будет видно что вот здесь вот у нее вот там вот корень вот видите на дне пророс горшок горшки в дно и у нее там корешок и вот он ее нам предстоит пересадить ну что друзья начнем вот она наша красавица вот она посмотрите такой вот амадеус нежно-фисташковый такой цвет у него у меня про это орхидею достаточно много видео есть на канале можете посмотреть по ссылочкам под этим видео и что нам понадобится для пересадки но конечно это заранее приготовленный уже я показывал в своем видео набор коры то есть моя приготовленная кора которую я готовил плюс покупная перемешанная с моей корой остатки плюс кора которая плохо впитывает влагу я ее на дренаж вниз брошу и древесный уголь который я буду добавлять в кору в которую буду сажать эту орхидею плюс понадобится конечно же горшок в который я буду пересаживать это вот такой горшок уже вам известный я сторонник таких горшков ну мне нравятся они у нас сухом жарком климате они очень и очень оптимальные они кстати недорогие фирму называть не буду но вот принцип сам вот таких вот горшков достаточно много фирм выпускает то есть вот с таким вот двойным дном двойной горшок и конечно же наш знаменитый поднос я кору сейчас убираю горшок тоже убираю пока он нам не нужен но все у нас под рукой поднос нам нужен для того чтобы орхидею извлечь из горшка но у нас ситуация осложняется тем что я уже говорил что в этом кашпо находится горшок а сквозь га внутренний горшок донышко пророс корень и я пока что не хочу его удалять поэтому нам понадобится вот такие ножницы ножницы и ножик канцелярский ножик наверняка нам придется разрезать тот горшок в котором она сейчас растет ну и конечно нам нужно будет еще вот такая вот палочка для того чтобы потом в конечном итоге цветонос с цветущими цветочками закрепить ну что приступим честно говоря я уже скажем так волнуюсь волнуюсь перед тем что нас ждет внутри этого горшка сперва нам нужно извлечь извлечь нашу красавицу как-то это изловчиться сделать аккуратненько вот посмотрите потому что она плела уже своими корнями все весь этот горшок нам нужно вытащить вытащить я вам сейчас покажу просто покажу какие большие корни вот один корешочек у нас прилип и отломился вот как раз и отломился вот смотрите видите корешочек отломился который был внутри горшка он вот на стенке видите вон прилип прям присосался к поверхности наружного горшка присосался и видите я сейчас доставал ну здесь уже никак нельзя его было не оторвать поэтому ну ничего страшного оторвался один корешок ничего страшного в этом нету мы с вами этот корешок обработаем перекисью водорода которую я сейчас пойду возьму пока вы будете смотреть на лежащую орхидею вот так вот и вы видите вот я вам сейчас покажу вот он корень пророс сквозь горшок и вот я взял перекись я сейчас сразу вода на перекись в случае где у меня будут корешки обламываться ломаться я перекисью и буду обрабатывать вот сейчас я возьму как жалко конечно но не без этого вот видите какой корешок я вам кстати покажу смотрите хороший сейчас момент показать вам внутреннее строение корни я не знаю видите не видите видите середине стержень корень до а вокруг него веламен и вот он тоненькая такая корочка серебристая веламен а внутри те самые скажем такая губка которая впитывает внутрь уже в этот стержень уже влагу и питательные вещества ну вообще по корням конечно это отдельная история отдельные ролики которые снимать не переснимать ну что друзья ложим нашу орхидею сюда вот на этот поднос и нам нужно как-то изловчиться вытаскивая вытаскивая орхидею из этого горшка так чтобы просунуть вот этот вот корешок в эту дырочку внутри в эту внутри дырочку ну что давайте попробуем сейчас все лишнее мы со стола уберем чтобы как помните в одном из видео мы с вами пересаживали орхидею и я крутил вертел орхидею перед камерой зацепил с цветоносом и отломил отломил цветонос орхидея называлась красный павлин ну что давайте аккуратно вынимать из горшка на самом деле а вынуть орхидею не сложно потому что тут уже практически грунта нету а одни корни вот она уже сама вылазит единственное что конечно главное чтобы корни не были здесь присосавшимися как вот тот корень на внутреннем горшке ну давайте ее как-то вот так что ли попробуем да вот она нормально смотрите пошла вылазит и нам повезло друзья нам нам очень сильно повезло что смотрите в эту дырочку я спокойненько вылазит вот этот корешок залазить точнее не сосне никаких то нам проблем не создает нам повезло вот посмотрите корни у нас тут а вот тут уже высохшие вот они смотрите корневая система нашей красавицы горшочек сторонку уберу вот стараюсь так чтобы вам было хорошо видно посмотрите но тут практически как бы уже и грунта то нету от коры ничего не осталось от коры ничего не осталось вот она остатки и какие-то выпадают я даже честно говоря удивлен что в таком маленьком количестве коры нет орхидея так замечательно росла она сейчас похоже на ванду которая вот своим комком просто в емкости воздушные корни лежат и вот видите смотрите вот он вот он тот самый я сейчас поудобнее встану к камере вот так вот чтобы вам показать прям вообще супер смотрите смотрите какая красота вот он тот самый торфяной горшочек или губчатый пока не знаю вот он пластиковый видите белый он уже раскололся и вот нам его нужно извлечь вот он мне и не давал спокойно спать слава богу что посмотрите здесь на самом деле коры мало вокруг корни находятся практически все находились у стенок у стенок горшка и из-за того что вот такое количество совсем вообще практически никакого грунта то есть ну совсем мало коры вы видите и не произошло загнивание не произошло загнивание потому что здесь циркулировал воздух производитель просто бахнул с минимальным количеством коры бахнул производитель просто бахнул с минимальным количеством коры вот в этот вот горшок просто засунул ее особо не утруждаясь и это вот наверное и сыграло хорошую роль то что корни не загнили то что корни не загнили ввиду малого малого количества грунта то есть это все проветривалась плюс орхидея нарастила внизу корни она сама поднялась из горшка и здесь циркулировал воздух то есть проветривался вот этот вот горшочек если бы здесь было достаточно много грунта и не дай бог вы посадили бы эту орхидею в тот грунт убийцу видео на который я вам уже показывал то от прям сто процентов это орхидея бы погибла в первую очередь из-за того что гниение пошло вот от этого горшочка потому что он бы не проветривался в общем нам нужно его друзья удалить удалить освободить орхидею это знаете как ну я сравнил как отрезать пуповину от мамы и дать растению самостоятельно дальше дышать жить и развиваться так ну что я думаю что нам придется сейчас отрезать цветоносы сухие вот этот сухой цветонос вот и два вот этих вот уже отсветших цветоноса вот этот вот этот потому что они нам мешают и как сказать и цепляются за все поэтому я вам сейчас покажу как это делается я буду это делать отрезать обычными скажем так ножницами вот этими для начала мы срежем с этой стороны цветонос мешает нам вот он раз он нам не нужен как бы так знаете цветонос цветами не отрезать и вот этот цветонос я отрезаю друзья цветоносы цветоносы отрезаю оставляю буквально там вот пол сантиметра ну максимум сантиметр потому что мне эти цветоносы не нужны я хочу полностью освободить растения чтобы ничего не мешало до чтобы ничего не мешало сухой я отрезаю как можно короче вот и все вот смотрите он внутри 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 полый цветонос внутри полый даже можете на такие цветоносы обратить внимание свежие всегда вот всегда есть такое вот ложное представление ощущение что цветонос такой крепкий толстый я не знаю как дерево но он внутри посмотрите полы и он очень хрупкий и кажется что вот я сейчас возьму этот цветонос подогнул к палочке закреплю и часто такое бывает у любителей орхидеи раз и он сломался потому что вот он такой хрупкий поэтому будьте аккуратны и предельно осторожны вот с этими цветоносами они хрупкие очень хрупкие и так цветоносы мы с вами удалили они нам не нужны остался вот этот вот хороший цветонос и нам нужно добраться сюда внутрь чтобы освободить вот нашу орхидею от этого пластикового горшочка многие спрашивают а всегда ли нужно удалять этот горшочек после покупки в магазине кстати вот смотрите нам вообще просто исключительно везет то что этот горшочек он практически сейчас сам слезет смотрите я вот ничего не делаю вот он прям сам слазит с корней посмотрите даже них не придется ничего ломать рассекать смотрите какая прелесть нам прям везет к чему бы это чтобы не сглазить посмотрите и да вот ну что я могу сказать вот они эти этот горшочек мы удалили его изнутри оттуда пару корешков которые изначально она с которых росла и попка орхидеи черненькая еще наверное какие-нибудь условия бы совпали и она точно начала бы гнить давайте я пока ее положу в сторонке ну на самом деле смотрите корней здесь плохих практически нету и вы видели как это орхидея у меня поливалась поилась точнее методом мокрые пяточки посмотрите какие корни вот посмотрите это тем злопыхателем которые любят критиковать налево и направо все вы посмотрите какие корни вот этими корнями она впитывает влагу воду то есть один корешок который воды касался он поил вот этот корешок он поил всю корневую систему и корни смотрите себя чувствует превосходно превосходно и вот давайте я сейчас положу эту орхидею точнее поставлю пока ее в горшочек вот в этот вот да нет наверное все таки я ее чтобы ничего не сломать поставлю ее пока вот в этот горшочек чтобы вам показать ту тот стаканчик торфяной в котором она находилась но на самом деле это не торфяной стаканчик это кокосовые кокосовая стружка спрессованная да это раньше вот так делали раньше делали несколько лет назад нос кстати сейчас встречается вот такие вот стаканчики и кокос кокосовая стружка она вот спрессованная спрессованная две половинки и вот туда помещается между ними между ними помещается маленькое растение и она вырастает вот из этого вот горшочка ну всегда есть вероятность того что при том или ином поливе когда вы погружаете и погружной метод или проливной метод недостаточная циркуляция воздуха и скажем проветривание горшка внутри грунта ведет к избытку присутствие влаги в этом горшочке в этом горшочке и начинается гниение он не успевает просыхать постоянно влажный мокрый и начинать начинается гниение то есть все зависит от способа ухода за орхидеи способа полива орхидеи все зависит от региона в котором вы находитесь сухо влажно то есть достаточно много факторов на которые которые следует учитывать отвечая на вопрос нужно ли удалять этот горшочек сразу при покупке в магазине ну вы знаете все как бы интуитивно я смотрю на само растение в каком она состоянии в момент покупки и решаю стоит ли залезть сразу в горшок посмотреть что там внутри и удалить все лишнее либо дать растению цвету цветку до цвести что она будет состояние доцвести и ничего плохого с ней не произойдет не загниет то есть это нужно смотреть на тот грунт в котором она посажена растения на при продаже и в каком состоянии находится вот этот вот горшочек в чем он помещен и от способа вашего ухода за этой орхидеи поэтому все скажем так вот ну как бы нет однозначного ответа удалить или не удалить все вот с учетом тех обстоятельств которые я сейчас перечислил но вот у меня как бы в большинстве случаев я удаляю я пересаживаю удаляю его следующие пересадки вы знаете будут у меня у цен очки и вы посмотрите мы вместе посмотрим что там внутри вот мы это дело все убираем вот сейчас хороший момент нам нужно корешки обломанные и цветоносы просто я перекисью капаю вот так вот раз где у нас сломанный этот сломанный корешок вот он корешок я его капелюшечку прям сюда сейчас прям маленькую капелюшечку вот так раз потому что он будет погружаться в горшок и неизвестно какая там бацилла или бактерия поселится и залезет в этот в однодломанный участок поэтому я не хочу никаких сюрпризов ну и цветонос тоже я наверное капну здесь как бы лучше перебдеть друзья чем недобдеть и не досмотреть а потом об этом жалеть так вот там цветонос один старый позапрошлогоднего цветения мешает мне удалю его старенький пенек готов был проткнуть листочек изнутри ну все собственно говоря корней гнилых я здесь не вижу их нету если вы видите что где-то корень сморщенный это не означает что он мертвый это корень живой просто ему уже достаточно много скажем так лет времени ну да вот кстати есть первые корешки вот вот эти вот вот такие вот их можно удалить их можно удалить ну все собственно говоря растение готово к дальнейшей посадке в новый в новый домик в новый домик листья никакие удалять не буду свадьба что ли на улице от листья никакие удалять не буду все они нормально единственное что вот еще вот этот обрежу пенечек пенечек он не нужен мусор весь выкинь так вот такая вот она значит наша красавица ну и начнем сажать ее все корни нам не надо ничем обрабатывать они здесь все нормальные никакой живности все чистенько все хорошо все замечательно все мы спокойно без какой-то лишней суеты все это дело сейчас начнем пересаживать сейчас я поднос освобожу поднос освобожу ну хотя он нам не мешает ну что нам нужно взять палочку теперь и проткнуть не точнее проткнуть а пропустить не задев корни орхидеи пропустить внутри корней внутри корней прикрепить цветонос вот я вам показываю вот мы палочку вот эту вот внутрь в середку воткнули теперь к ней мы закрепим сейчас цветонос как то так вот нам надо чтобы он не сломался еще аккуратненько здесь и наверное вот здесь в двух местах ну вот так все и сейчас мы произведем ее посадку я оставлю забегая вперед скажу что я оставлю вот эти воздушные корни которые вы видите пусть она так и растет они вот не мешают и не надо стараться их утопить пусть она дальше наращивается и при следующей пересадки мы ее с вами через пару лет через пару лет мы ее просто разделим когда она еще вот этот стволик нарастит мы с вами ее разделим хотя конечно вот этот листочек нам можно было бы удалить он нам не нужен он нам не нужен но я его оставлю я его оставлю так вот так короче мы оставляем на дно сейчас я помещу заранее приготовленный крупные куски вот они крупные куски для дренажа чтобы они перекрыли дырочки вот так вот на дно вот этого количества достаточно все теперь можно бросить угольки на этот слой сверху любые можно помельче покрупнее вот они так вот так получилось вот а теперь сажаем саму нашу орхидею сюда вот так сейчас мы и угольки сторонку уберу по размеру аккуратненько чтобы середка была в середине точнее центр цветка был в середине вот он нам нужно выбрать кору помельче помельче у какие-то у нас корни вот воздушные я поместил внутрь и нам нужно посадить так чтобы вот начало стволика вот она начало стволика было на одном уровне с поверхностью горшка то есть вот это все у нас должно быть в грунте и максимально ей те же самые условия оставляю вот видите вот этот вот этот корешок он как и из того через капшка шпо переваливался точно так же я его и оставляю и вот всей вот этой вот корой мелкой выбираю помельче которые заполняю пространство и опять же друзья без особого фанатизма не утрамбовываем ничего листика у нас подогнулся так нам надо как-то так сделать чтобы выбираю мелкую кору здесь вот вы видите на ваших экранах и туда внутрь стараюсь засыпать до в пазухе которые образовались между стенками горшка стенками горшка и корнями вот сюда все вот здесь вот внутрь надо туда засунуть туда мы бревнышко вот это можем запхать кусочки выбрать прям кусочки туда середину насувать все насыпется на стол ничего страшного а орхидея будет расти и корнями она постепенно закроет все эти пазухи перекроет они заполниться эти пазухи свободные корешками главное чтобы весь этот грунт он не был утрамбованным и дышал пропускал как можно лучше как можно лучше сюда и не забываем подбрасывать угольки вот у нас тут в пустоты образовались туда в середину я оставил место здесь вот можно конечно уголь перемешать сразу с корой но есть вероятность что он просто также точно также неравномерно размешается потому что уголь он сам по себе легче легче коры легче коры и он просто-напросто при перемешивании будет наверх всегда выскакивать и получится что у вас внизу кора есть а угля нет поэтому я вот как-то привык что засыпая корой я подкидываю уголек уголек так вот так вот здесь у нас пазухи туда сегодняшней посадки я не буду использовать мог с фагном он мне сейчас ни к чему потому что у меня сейчас полив идет я пою свои орхидеи методом мокрых пяточек поэтому мне мог с флагом не нужен для сохранения влаги так вот сюда вот кстати можно легкими постукиваниями немножко скажем так немножко уплотнить грунт опять же так чтобы пазухи оставались через которые растения будут дышать ну вот почти все вот сколько у нас буквально минут 10-15 если я не рассказывал вам я бы уложился все это за пять минут на самом деле это не так сложно это довольно таки быстрый процесс тем более если скажем так корни в порядке я честно говоря ожидал что трудности будет побольше но вот видите как вот так получилось что нам повезло во первых извлечь цветок быстро корень скажем так не пришлось не удалять не горшок разрезать все так естественно плюс внутри у нас торфяной гарс горшочек сам выскочил ну и плюс скажем так вообще отсутствие плохих гнилых корней хочу напомнить вам что растение у меня стоит уже не один месяц несколько месяцев на мокрых пяточках и вы посмотрели в каком состоянии корни то есть гнилых если вы сами заметили нету гнилых корней нету поэтому вот выводы делайте сами я никому ничего не навязываю не заставляю как не одна из мимо проходящих написала что я навязываю свое мнение не навязывая показываю рассказываю и делюсь своим опытом только и всего а в остальном решать вам и принимает решение делать так не делать на так вот я просто показывает вот сами все видите никакого монтажа не photoshop ничего здесь нету все вот снимаю стараюсь одним кадром все друзья посмотрите вот такая вот получилась пересадка вот в этот вот горшок с двойным дном с автополивом сейчас я камеру возьму и получше сниму вам ее чтобы вам было все видно вот смотрите вот такая вот пересадка получилось покручу вам ее тут смотрите вот сама сам сами цветы они еще по цветут я думаю ни одну недельку порадует меня вот растение находится в активном росте видите листочки пруд корни пруд вот именно в такие моменты когда растения находятся в росте и ну все специалисты я в том числе как архаман любитель ну рекомендуют все пересаживать именно растения когда все это дело растет все вот в таком состоянии я поставлю ее в светлое место и поле полью ее только через три-четыре дня то есть вот сейчас она находится видите вот в таком состоянии вот корни воздушные все больше я с ней делать ничего не буду фух друзья аж вспотел а пока пересаживал рассказывал вам аж вот сейчас рубашка у меня спина мокрая от волнения от ну скажем так что снимаешь делаешь съемку и тут же рассказываешь и тут же еще дело делаешь поэтому ну конечно есть определенная напряженность поэтому друзья ставьте лайки кто постоянно смотрит мой канал пишите свое мнение свои комментарии всем кто впервые на моем канале подписывайтесь и вы будете узнавать вот о таких вот интересных новостях и лайфхаках орхидейных и друзья всем пока пока до встречи в новом видео где мы с вами будем пересаживать уценочки купленные в магазине и посмотрим заглянем что у них там все друзья пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok